Каждый человек хоть раз в своей жизни задумывался о выборе профессии, и многих вопрос будущего пугает. Надеемся, что наши подкасты помогут вам хоть немного разобраться в этом нелёгком вопросе. Мы с коллегами выбрали свой путь — это журналистика. И как у каждой профессии, в журналистике наверняка есть свои подводные камни. Чтобы разобраться во всех тонкостях профессии, мы пригласили специального гостя — Каролина Владимировна Стрельцова, главный редактор региональной газеты «Молот», журналист телеканала «Дон-24», ведущая программы «Время местное», доцент кафедры Ростовского государственного экономического университета, член Союза журналистов России. А также Каролина Владимировна четыре раза участвовала в пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным. Добрый день, Каролина Владимировна. Здравствуйте, Евгения. Откуда у вас такие глубокие знания? Я даже сама точно не была уверена, сколько именно раз я участвовала в пресс-конференции. Спасибо вам за то, что провели такой глубокий анализ, готовясь к сегодняшней встрече. Итак, Каролина Владимировна, первый вопрос. Почему вы выбрали профессию журналиста? И как к этому отнеслись родители? Творческая профессия всё же. Папа у меня военный, и мы много путешествовали, переезжали с одного места на другое. И в Белоруссии жили, и в Чечне во время первой, второй чеченской кампании. В Волгограде, в Рюпинске, в Москве, в Ростове. В общем, очень много школ я сменила. И также параллельно меняла музыкальные школы. И вот это, наверное, как-то наложило отпечаток на менталитет. На мой менталитет мне хотелось как-то всегда чего-то нового, чего-то интересного. Я бы не смогла работать бухгалтером или, я не знаю, кассиром. Ничего не имею против этих профессий. Когда я училась в университете, я на каникулах подрабатывала кассиром. И почему бы и нет, это было достаточно интересно. Но всю жизнь я бы не смогла работать, монотонно выполняя какие-то действия. Когда мне только исполнилось, по-моему, два года, или, возможно, уже было три, мы жили в военном гарнизоне в Волгоградской области. В общежитии были такие достаточно скромные условия. И одна комната в общежитии была на четверых. Мама, папа, я и моя маленькая сестра. У нас был трехколесный велосипед. Я переворачивала его за чем-то колесами кверху, садилась рядышком и говорила, а сейчас будет плаглама телепеледать. Смотрите, пожалуйста, на экран. То есть я картавая. Делала то, что делает диктор на экране телевизора, и мне хотелось быть на ней похожей. Ну вот прошло много лет, и я стала ведущей программы «Время местное» на областном телеканале Дан-24. Ну, была этому очень рада. То есть можно сказать, что желание прикоснуться к этой профессии было с самого детства, а потом оно как-то, наверное, проникло во все сферы моей жизни. И в школе я уже поняла, что надо мне глубже изучать литературу, русский язык, историю, общество знаний, английский язык. Вот как-то стала с интересом читать дополнительную литературу, ходить в библиотеку. Тогда не было интернета еще. И вот действительно мы сидели в библиотеке, читали книжки, брали абонементы или там брали на дом литературу. Вот я сначала после девятого класса поступила в колледж. И после колледжа я поступила на факультет инвестики и журналистики Ринха Ростовского государственного экономического университета. Вот тут там же уже начала работать студенткой, ну и потом, в общем, пришла уже полноценно в профессию. Ну вот у вас было время, когда вы поступали, и почему вы выбрали именно Ринг, которому скоро, кстати, 93 года исполняется. Вот почему именно Ринг? Какие причины сейчас поступать туда? Самое интересное, что я даже не подавала документы в ЮФУ, в РГУ на тот момент. Я не знаю, почему я не подавала. Но как-то так сложилось. Как-то вот заканчивала я колледж, и как-то было понятно, что нужно получать высшее образование. Ну, давай. А, мне как-то понравилось название факультета. Лингвистика, журналистика. Я думаю, ну вот почему бы и не туда. А родители очень хотели, чтобы я была учителем английского языка. И говорили мне, поступай еще в пединститут, подавай туда документы. Я говорю, я не хочу, я не буду. И, в общем, под натиском мамы моей, я подавала документы и в Ринг на лингвистику и журналистику, и в пединститут на иностранный факультет. Вот, сначала вступительные испытания были в Лингхе, и я их с успехом прошла, все было здорово, хорошо, и мне как бы сказали, что у вас такие-то баллы, и, соответственно, я понимаю, что я зачислена. И все. То есть даже я не пошла туда, вот, в педагогические, и хотя мама мне говорила, но ты же помнишь, что там лежат документы, я говорю, пусть лежат хорошо. Ну, не знаю, очень странно. Вот сейчас я пытаюсь анализировать, то есть почему я не подавала документы в РГУ, ну, вот, как-то так сложилось, ну, не знаю, как-то так должно было, должно было случиться, и так и случилось. Вот, вы проходили стажировку в вашем институте, тогда уже практиковалось это, я думаю, и вот почему вы, когда выпускались из института, выбрали именно Молот и Дон-24, не Дон-ТР, не Первый Ростовский, никакое другое, а вот именно туда снова завсердце? Первого Ростовского не было тогда в помине, Дон-24 тоже тогда еще не существовал. Когда я выпустилась, я вообще не сразу пришла куда-то там в такое большое плавание, нет. Сначала я после того, как поступила, получила диплом, я вышла замуж. И вот, и после этого, через год, ровно после свадьбы я родила сына, а потом еще через полтора года дочку. И все, и я вот сидела в глубоком декретном отпуске 4 года. То есть дети друг за другом пошли, и я как-то особенно даже и не писала. Ну так, для себя. Для себя, конечно, что-то вот такое, но не было времени, когда два маленьких ребенка, и ты даешь всю себя без остатка, им занимаешься, с ними гуляешь, там развиваешь по методике Монте-Сори, и по всем остальным методикам, которые там существуют. Вот, и как-то, и понятно, что у тебя ведущая деятельность, это материнство. Все, и дальше как-то, и... Ну, в общем, если делать какое-то дело хорошо, то нужно делать его самой, и, в общем, погружаться в него полностью. Вот, и поэтому я не работала, конечно, во время отпуска по ходу за ребенком, но потом, когда детки пошли в детский сад, это был 2011 год, и я хотела пойти на работу, конечно, и, конечно, передо мной открылся такой целый огромный спектр печатных СМИ, которые на тот момент еще были у нас в Ростовской области, и сейчас их гораздо-гораздо меньше. Сбегая вперед, хочу сказать, что очень многие газеты позакрывались, журналы позакрывались, кто главный, Вечерний Ростов, славные крупные издания, которые десятки-десятки лет существовали у нас. Вот я говорю сейчас про газету Вечерний Ростов, к сожалению, она в прошлом году закрылась, но тогда все еще здравствовало. Печатные СМИ были, конечно, во всем своем великолепии представлены. Уже, кстати, к 2011 году набирали популярность сайты информационные. С 2008 года в Ростове функционировали 161.ру и Доньюз. Вот именно в такой последовательности они открылись. 161.ру сначала, потом уже второй Доньюз. Конечно, они были конкурентами друг к другу. И я, конечно, тоже могла попробовать свои силы там. Но, вы знаете, как-то в 2011 году казалось чем-то несерьезным работать в онлайн-СМИ. То есть казалось, что это что-то типа социальных сетей, что-то типа одноклассников ВКонтакте или там форумов каких-то. То есть это что-то несерьезное. Ну, то ли дело газета. И, наверное, вот как-то этот такой постулат сидел прочно у меня в голове еще тогда. И, конечно, я стала думать, куда мне податься. И, значит, устроилась я на работу сначала в журнал. В журнал «Югспедтехника». Это был совершенно такой узкоспециализированный журнал, как вы понимаете. Писали мы про грейдеры, бульдозеры, там какие-то нефтебровые установки, там про мусороборочные машины. В общем, вообще-то такие совершенно странные вещи, которые никак не могут чисто теоретически интересовать 24-летнюю молодую женщину, какую я тогда была. Нет, не 24, это я сейчас, это я дочку родила 24, это мне было уже, получается, 27 лет. Ну, все равно нефтебуровыми установками я не интересовалась. Вот, и, значит, ну, все равно я там работала, делала интервью с руководителями компаний, которые, ну, вот, например, там, производят шасси для самолетов. Или, ну, вот что-то и такое. У нас была компания, которая являлась поставщиком карет для скорой помощи. Ну, вот машины вот этих скорой помощи, да. И, ну, вот как-то то там, то здесь. Потом про дороги, про состояние дорог, про бензин, про стоимость бензина. Как-то вот находила я какие-то себе темы, такие не очень сложные. Ну, не то, чтобы не очень сложно, но не настолько вот специализированные, чтобы не погружаться там в комплектацию мотора, ну, вот что-то такое. В чем я, конечно, не была специалистом, но хотелось как-то писать о том, в чем ты хоть мало-мало-малинский разбираешься. Вот. И хороший был журнал, полноцветный, глянец, 100 полос, нигде же месячный. Выходил журнал такой необычный. Вообще очень много тогда и журналов выходило. И разные, там, Ростовчанка, я помню, славный был журнал, тоже специализированный. Сейчас только в онлайн-версии выходит. Вот. И, кстати, тоже интересно, что к тому моменту у нас появился сайт в 12-м уже году. И это было вообще так, диковинку сайт появилось. Что с ним делать? Статистика просмотров была, конечно, удручающей обнять и плакать. И я попросила руководство, чтобы мне дали полномочия, и написала письмо в Яндекс.Новости. И я написала им в Яндекс сначала просто, что здравствуйте, я вот редактор такого-то портала, конечно, я не была никаким редактором, но была просто журналистом, и вот как бы нам в Яндекс.Новости попасть. Ну, говорят, ну, вам-то надо что-то заполнить определенную форму, какой-то лимит новостей на сайте, чтобы у вас был в ленте новостей, условно, там 40 новостей в день, я не помню цифру. В общем, мы все это сделали, как они хотели, отправили повторное письмо, и бах, нас включают в агрегацию Яндекс.Новостей. И все, и наши новости появляются в Яндексе, это очень здорово, конечно, сразу наша статистика взлетела, это была вообще, я помню, я одна новость, однажды набрала 4400 просмотров, это на тот момент был просто вообще восторг, такого не было. Да, но сейчас на сайте Дон-24, если новость набирает 4000 просмотров, это просто глубокий провал, ну, то есть это вообще, как бы, почему так мало. Ну, а тогда, как-то видите, все-таки еще был век печатных СМИ, и как бы не так сильно было это развито. Когда я прочитала информацию, что вы были 4 раза на пресс-конференции с президентом, шок был большой. Вот, а как вы думаете, почему именно вы несколько раз были на пресс-конференции? Ну, благодаря моему начальству, ну, вот, сначала приходит приглашение из администрации президента, ну, не то же приглашение, а сигнал, что вот у нас будет проводиться пресс-конференция президента, в декабре, как правило, это. Ну, и вот осенью еще за долго, то есть за месяц, наверное, примерно, даже, наверное, за полтора, как бы в редакции поступают сигналы о том, что вот будет пресс-конференция президента, готовьтесь. Что значит готовьтесь? Это значит, что начальник, генеральный директор должен принять решение, кто едет, в каком составе едет, какой вопрос он может задать. И, значит, все редакции всех там районных газет, областных, региональных, там, телекомпаний, всей России по всей стране, и плюс даже зарубежные, конечно, они тоже там есть, эти представители, конечно, готовятся. Это серьезные мероприятия. Вот, и вот каждый раз мне говорил директор, что вот так и так у нас с тобой то самое мероприятие, значит, ты едешь, давай подумай, какой вопрос будет. Ну, все, я как бы собиралась, там заказывали билеты, там гостиницу. Вообще у меня в Москве живет сестра, мне обычно гостиница, ну, когда нужна, когда не нужна, я всегда предпочитаю с сестрой там как-то встретиться, лишний повод поговорить. И вот потом там мы работаем. Это потом с 7 утра занимать очередь в, собственно, то место, где эта встреча будет проходить. И, да, на морозе надо стоять долго, вот эта вот очередь из огромного числа, там 1500-1700 человек участвует, вот эти люди пока пройдут аккредитацию. Потом пока получат бейджи, пока сдадут куртки, вот это вот все там штативы, фотоаппараты пока у них проверят. Вот, и сама пресс-конференция, как правило, начинается в 12, в 11 начинают пускать телевизионщиков, для того, чтобы они имели возможность установить камеры, настроить штативы там свои, или подраться друг с другом за место получше, или не подраться. Вот, а потом в 11.30 запускают пишущих журналистов. Как делают обычно девочки? Для того, чтобы занять место получше, они договариваются с операторами, с чужими, вообще не важно, там, язык, я мало, я не знаю, с Чукотки, вообще не важно, просто подходишь к нам и говоришь, там, здрасте, здрасте, вот вы сейчас в 11.30 будете заходить, да, да, знаете что, вот там мой блокнот, пожалуйста, там, займите мне место где-нибудь нормальное, там, во втором ряду, например, в центре, да, да, супер. Ну, и можно, конечно, ему посулить что-то в обмен на это, ну, там, я, там, тебе, там, за это, не знаю, там, что-нибудь, там, книгу подарю. Выгодная сделка. Да, да, ну, ребята, как правило, говорят, ой, ну, что вы, там, не надо, там, ну, как бы, ладно, наше дело предложить. Вот, ребята идут, и ему совершенно не стоит ничего, действительно, он тащит штатив под мышкой, и, бах, бросил на нормальное место твой блокнот, все, как бы, понятно, что место занято. Вот, потому что, и это было правильное решение, но это уже было потом мной придумано, не мной, где-то подсмотрено. Вы член Союза журналистов России, и вот расскажите, как вас туда принимали? Это после какой-то отдельной работы, либо же материал накапливался долгое время, и просто следили за вашей работой? Когда я поработала уже в журнале «Юхспидтехника», потом в газете «Парламентский вестник Дона», потом на «Южном регионе», и в 2015 году образовался холдинг «Дон Медиа». Он полностью изменил конфигурацию рынка, медиарынка Ростовской области, и включал в себя уже к тому моменту газету «Молот», старейшее издание Юга России, сайт «Дон-24», телеканал «Дон-24», который, собственно, был тем же самым Южным регионом, но перенимован «Дон-24», и радиостанция «ФМ на Дону». Вот это был вообще классный, крупнейший холдинг из телеканала «Южный регион Дон». Начальство попросило меня перейти в газету «Молот», потому что у меня был опыт работы в печатных СМИ. И как-то было понятно, что там есть перспективы, что это как бы серьезно, что это не программа «Утро» с сюжетами про поцелуи и про хомяков, а ну как бы что-то такое, в общем, надежное, на чем зиждется все на свете. И, значит, я согласилась. И отработав в газете «Молот» около полугода, я поняла, что люди, с которыми я там общаюсь, реально очень крутые. Вот Вера Волошинова, Ирина Тагирова, Валерий Сипетин, Юрий Соколов. Это только часть вот тех мастодонтов, вот той прияды профессионалов, которые работали в этой крутой газете, некоторые из них продолжают работать и по сей день. Все они состояли в Союзе журналистов. Не все, по-моему, Соколов не состоял. Ну, в общем, большая часть. И, знаете, это было так престижно и есть. Что как-то вот мы, новички в газете, мы так смотрели на них с восхищением и думали, кайф, вот это уровень. Все, и однажды Валерий Сипетин говорит мне, тю, а ты чего не вступишь? Я говорю, а я? Да кто, где я? Где Союз журналистов? Он говорит, слушай, ну ты, по крайней мере, можешь отправить заявку. Вот я тебе подскажу. Там целая схема, там нужно, чтобы два действующих члена Союза журналистов за тебя поручились, дали тебе рекомендации. Сказали, что ты, как бы, свой человек, что ты молодец, профессионал, надежный, не подводишь, и профессии тоже молодец. И, в общем, они тебя рекомендуют. Я говорю, боже, кто же мне даст рекомендации? Он говорит, ну давай, допустим, одну я, а вторую там поищи. Я не помню, кто мне дал вторую рекомендацию. В общем, я просто ходила и говорила, ой, ну вы меня знаете, я же вот, ну вот, не сильно, да, вот совсем уж, вот, может быть, вы мне дадите рекомендацию. Ну да, человек мне, а, Лена Петровна Смирнова, кстати, по-моему, мне кажется. Вот, и, значит, с этим заявлением, с фотографиями, со своими публикациями. Это должны были быть публикации не в, там, непонятной какой-то, там, газете непонятной или, там, в издательстве, а в серьезном СМИ. То есть я повырезала свои статьи из газеты Молот, вот, приложила все эти документы и, значит, обратилась в связи с журналистов. И сразу с первого раза они меня приняли, это было очень здорово, я вот рада. И с 15-го года, вот уже получается, сколько, 9-й год, я сейчас в связи с журналистами. Так, классно. Молодец. Вы слушали подкасты «Юность на взлет», а с вами была на связи я, Евгения Куделя. Всем до встречи в следующих выпусках.